Ну вот, мы почти на месте. Приехали к нашему новому герою Владимиру Выборному, который здесь организовал казачий хутор. Замечательное место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Здравствуйте. Владимир, знаем о том, что у Вас здесь много интересного. Давайте посмотрим все. Я думаю, начнем с музея. Замечательно. Я за Вами. Это все настоящее? Да, это все настоящее. Это экспонаты, инструменты, собранные у местных жителей села Агличан. Это кошель. Ему уже больше 100 лет. Он сплетен, как корзина из лозы. Глиной, да? Да, обмазана глиной. В нем хранили зерно. Вот интересная штука. Она похожа на китайские нунчаки. А это его называли цип. Казаки, кстати, использовали его еще как боевой цип. Его оковывали металлом. И, по большому счету, это было такое хорошее оружие в ближнем бою. Ну, а крестьяне использовали этот инструмент для молодьбы. Еще обратите внимание на этот агрегат. Это ножная ступа. Вот туда в емкость засыпалось зерно. И перемалывали, да? Да, и вот так, ногой. То есть еще нужно навык иметь определенный. Друзья, гляньте, чем нас угощают варенички сделаны с любовью. Классно. Владимир, откуда взялась идея создания такого островка этнического? Возникла идея случайно. А подоснова такова. Это, на самом деле, ну, родина моих предков. Хутор Галушковка. О нем были первые упоминания в 1674 году. Записок казаков. Сколько они налогов заплатили с хутора. Запорожская сечь очень хорошо их собирала. Потому что без налогов им было бы очень тяжело. Интересный период вот последних годов существования Запорожской сечи при Колнушевском. И им было невыгодно воевать. Они хорошо торговали с Крымом. Обеспечивали караваны. Это было дикое поле. Поэтому здесь не поднимался национальный вопрос. Здесь национальности жили вперемешку по-соседски. Поэтому все было, на самом деле, не так плохо. И я проводил здесь в детстве много времени. А так как я увлекаюсь живописью, мы с друзьями-художниками ездили на этюды. Мы сюда приехали, увидели красоту. Появилась бизнес-идея. То есть в том плане, что подобные темы сельского этно-туризма, они сегодня в Украине становятся популярными. Какая у вас большая команда? Она состоит из местных 10 человек, да? Да, 10 человек. И 10 человек нашли здесь работу, какой-то доход и обеспечивают свои семьи. Это очень здорово. Я считаю, что подобные проекты могут помочь сельским жителям выжить в это сложное время, когда по большому счету село умирает. Такой экспонат интересный, да? Это прототип пулемета, собственно говоря. Называется она «Ажига». И сюда засыпался порох, мелкие гвозди порезанные, свинцовые пульки. Поджигали, и они все по очереди стреляли. И вот когда шеренга из 100 человек ведет такой огонь, то ранений очень много было. Приятного очень мало, гляньте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять выстрелов на одного казака. Да, 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 да. И получается он рассеивалось, поэтому поражающая площадь была очень большая. А вот для домохозяек, да? Да, это для домохозяек, это утюги. Это утюги начала двадцатого века, советский период. А это уже дореволюционные, и подозреваем, что где-то девятнадцатый век. Очень редкая конструкция утюга, вот эта, с трубой. Засыпался сюда уголь. И вот какая должна быть сила у хозяйки, чтобы она... Можно попробовать. Достаточно такой вот он, тяжеленький. Да, это еще более древний предмет, рубель, которым, в общем-то, и так же, как утюгом пользовались. Наматывали сюда ткани, отбивали, вот и таким образом утюжили. Здесь вот национальная кухня. Что больше всего любят гости? Конечно, мы больше культивируем это казахский кулеш. Потом из первых блюд это борщ и капустняк, вареники и галушки. Обратите внимание на размер вареника. Когда приезжают к нам туристы, они говорят, суши и все остальное мы в городе покушаем, а здесь вот такие вареники. С картошечкой. Что следует сделать в стране в целом для того, чтобы туризм стал более востребованный? Потому что я вот сам как бы посещаю разные страны. Сколько людей летят в Турцию, граждане везут свои деньги в другую страну. Может быть, мы тоже что-то можем предложить нашим? Туризм за последние годы начал активно развиваться там, где развивается инфраструктура. Без дорог, без аэропорта, конечно, туризму будет сложно. И без государственной программы развития туристической отрасли тоже ничего не получится. Вот три вот этих компонента должны быть. Люди подтянутся. Это настоящий день? Это все настоящее, да. Екатерининские. Это все деньги, которые хранили наши жители. Гляньте, 50 копеек, бумажные. Есть вот деньги даже Украинской народной республики 18-й год. Это ж там вообще был маленький промежуток? Год, год. Да, напечатали. А это деньги периода оккупации, вторая мировая война. Вот немцы выпустили гривны на немецком языке. Я такого никогда не видел. Ребята, первый раз это вижу. Очень интересно. Вы сделали здесь островочек. Вы чувствуете к этому внимание со стороны властей? Со стороны властей? Нет. Раньше, может быть пару лет назад, власть шла на контакт и помогали нам. И самое главное, не трогали. Это было очень здорово. Сегодня, наверное, не трогали хорошо. Можно ли сказать о том, что тот внутренний голос направил вас на занятия этим делом? Конечно. Наметилась вот такая тенденция, что хобби, творчество перерастают в бизнес. И вот у меня этот проект как раз так и получился. Что мои увлечения историей, изобразительным искусством, кончарным делом. Вот эти все темы, они все соединились. Мы проводим экскурсии. Мы рассказываем историю Украины. Рассказываем историю казачества. Мы на хуторе сейчас продвигаем новый наш продукт. Такой туристический. Это креатив хаб. То есть творческий корпоратив. К нам просто приехал коллектив, а уехал творческий коллектив. И вот таким образом люди погружаясь в этот медитативный процесс. Сначала разорвать мозги, потом их перезагрузить и приехать другим человеком. Значит, вот у нас есть глина. Держите. Первая задача попасть в центр вот так вот. Ляпнуть. Ляпнуть, да. И потом немножко прижмем и начнем работать. Чувствуем руками, чтобы у нас появлялась сфера. Попробуем сделать такой цилиндр, как стакан. Прижимаем левую и правую руку для того, чтобы плавно-плавно начинать поднимать стеночку. Ребята, с природным материалом работать интересно. Расслабляем руки, расслабляем, расслабляем, расслабляем. Я прям чувствую себя, как две тысячи лет назад. Вот чашка у вас фактически такая. Красота? Похожа на пиалу. Получилось? Скажите, вы ждете выходных? Может, утром думаете, блин, опять этот день? Опять надо что-то делать? Когда человек увлечен любимым делом, а у меня их несколько, и они меняются. А смена видов деятельности – это, в общем-то, и отдых активный. Поэтому я все время в работе. Потому что мне это нравится. Вы счастливый человек? Да. Да. Заниматься любимым делом – это уже, ну, можно сказать, а еще хорошая семья, хорошие друзья – это сверх счастье. Вот у меня все это есть. Любимое дело – это тот сигнал, который вы слышите у себя внутри. Не бойтесь. Идите за этим сигналом. И вы себя воплотите, найдете. Неважно где, неважно как, никто не знает. Вы сами знаете. Только вы сами знаете. Спасибо вам за угощение, за то, что вы есть. Спасибо. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Выражайте свое мнение в комментариях. До новых встреч. Если кто-то из ваших знакомых занимается любимым делом, пишите нам, звоните, мы обязательно приедем. Удачи!